Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело такое сложное Это я к чему говорю Что работ много В интернете это все выложено Если кому что-то заинтересовало Моя цель заинтересовать вас И не собой А вот городом Вы знаете Сейчас вот какие-то пикеты Акции проводят там Одиночные пикеты А я подумал Я же выставки-то не делал Никогда я подумал Почему мне не использовать Эту выставку Как вот эту самую акцию Одиночный пикет В защиту города Иркутска И у меня была такая мысль Я же по Иркутску каждый день Хожу и рисую О чем мне на июнь И так вот и не повесить Плакатик Одиночный пикет Планет В защиту Иркутска Ну вот собственно Это сегодня главная тема Этой выставки Это наш старый Иркутск Я еще плюс к этому По поводу непродажности Да, я провел здесь По-моему 8 мастер-классов И там как раз я об этом говорил И было бы конечно смешно Если бы мы сейчас здесь устроили Торговую Я бы изменил своим принципом Вот Поэтому собственно я-то как бы Что торговать Я сегодня вот Все что здесь есть Я вам часть подарю Да Я приготовил картинки А еще пока вот Все трезвые Значит особые подарки Особые подарки Юрию Тимофеевичу Никонову Как бы Виновнику Нашего сегодняшнего закрытия Подарок очень простой Выбирайте любую работу И забирайте с собой Только без работы Спасибо вам большое Пойдите с вами Вот Это такой подарок И А где Юрий Тимофеевич Вам то же самое Но мы с вами уже договорились Вот Это по поводу продаж И аукционов Да Кстати Я самое главное забыл Что вот закрыть это Я не знаю Есть ли здесь искусство медов Но я приглашал именно искусство медов И приглашал я это Не для того Чтобы здесь дарить и продавать Я мечтаю Мне страшно не хватает Как художнику Мне страшно не хватает Не то чтобы общения А взаимопонимания Я поэтому эти мастер-классы-то провожу Мне хочется У меня же ведь миссия Я же посланец Бога на землю Творец Да Творческий Вот сосланец такой Да Папа Творца И поэтому у меня миссия Значит проповедовать Вот это Вот это все И значит Мне это и потребность Вот это А мне хочется Чтобы Началась Традиция закрытий выставок А не открытий Не банкетов Открыть Когда люди пришли Еще ничего не видели Уже поздравили Похвалили Выпили и ушли Мне хочется наоборот Я предлагаю это музеям Министерству культуры Нашему союзу У нас совершенно потеряна Вот эта традиция обсуждения Критика в Иркутске Как таковая Полностью отсутствует По-моему Я один Иркутский Критик Ну вот Я критикую Критикую Все стали Моими врагами Уже Теперь покритикуйте Враги меня Короче говоря Я сюда собрал людей Если Для того чтобы Говорить Вот Поэтому Когда Вы вокруг меня Собрались Нет Неправильно Ну вот Выпить Поговорить Наше русское дело Поэтому Можете Говорить Все что Об этом думаете А у меня проблем Очень много Я вот проводил Эти мастер-классы И на каждом Мастер-классе Была разная тема По сути дела Ну и Одна из главных тем Какое же оно должно быть Сегодняшнее Вот актуальное Современное Искусство Я могу говорить Об этом долго Вот Но Навряд ли стоит Я жду Каких-то вопросов В качестве провокации Я могу сказать Я уже сказал Современное Честное искусство Должно быть Непродажным Потому что Нет более стремного Для человека Определения Как Ты продаешься Иногда Меня спрашивают Как это мне Это не А ты выставляешься Я говорю Это тоже Как бы Для меня Не главное И вот тут С детишками Мы рассуждали И пытались найти Что же главное Для художника В искусстве Я-то знаю Ну не знаю Вы можете мне Еще о своей версии Сказать Если хотите Я вам могу Свою версию Сказать Что главное Для чего Мы этим Здесь Занимаемся Если Если не представляться Как тогда Мы Можем Можем Это узнать Если мы Это увидим Хорошо Я случайно Вчера увидела Что мы Очень правильный Вопрос Как мы Хотите Если хотите Это увидеть Позвоните мне И скажите Олег Владимирович Можно ваши работы Увидеть Мне Юлия Константиновна Позвонила Директор этого музея И сказала Олег Владимирович Мы предлагаем Вам сделать У нас выставку И я тут же Бросил все Побежал И сделал Эту выставку Очень просто Прекрасно Что она об этом знала Она могла бы не знать Могло бы не быть Ну а сейчас интернет Сейчас интернет Есть Все это известно Я не знаю Видите в чем дело Мы все время Балансируем Я вынужден балансироваться Между попсой То есть популярностью И уникальностью Я рассказываю Я рассказываю Всегда такой Пример Японская Ухукузай Знаменитый Японский Художник Вы знаете Что это Его имя Одно из тридцати У них была традиция Когда он становился Популярным Когда его усновали И ждали Его вот так Кругом стояли И говорят Ну вот там Гурулгений Продай мы ждем Давай Где твой Следующий шедевр Он менял фамилию Уходить из этого города Менял себе печать И начинал все сначала Или Самое честное искусство Которое для меня Существует Ну это мое понимание Это когда Тот же китайский Или какой-то Восточный Художник Приходил на Мерик океана Потому что Он общался С этим Вот этим миром И на песке На песке Писал свои Вот эти иероглифы Стихи И так далее Набегала волна Смывала И потом Или чукча Который едет В тундре То вот Этой далекой Тундре Поет свою Знаменитую песню Вот эту Вот эту Вот что он видит О чем он поет Вот тут ему олень Вот тут северное сияние Для кого он поет Выставляться И продаваться Но вот эта песня И есть настоящее искусство Как только Художник задумывается Вот филонов Когда сказал Что если тебя Хоть раз купили Ты перестал Ты художником Он же ты стал продавцом Как только Вот я на себе Это ощутил Я же через все это прошел И я торговал И там Уанте Я торговал И пытался И дизайнером Я же моя профессия Дизайн Да Я понимаю Что как только Начинаю думать Купят ли у меня Эту работу Я перестаю Быть художником Все Я превращаюсь В проектировщика Я начинаю думать Кто купит Как купит За сколько купит И что для этого Нарисовать Что для этого Нужно рисовать Всем известно Это вот Там у Калантея Все это стоит Для этого Надо нарисовать Голландский натюрморт Для этого надо нарисовать Три березки Две березки Закат на Байкале Восход на Байкале Волны на Байкале И шаман будет Вот собственно И все И будешь жить И там Машину ребята На этом покупают И квартиру покупают Все Но это не искусство Вот вопрос А не то ли искусство Которое научусь Спрятаться от всех И сделать Такую вещь Которая Соединит тебя С этим миром С мирозданием С мирозданием И с Богом По сути дела Вот я уже начал С того что Собственно я убежден Что Творец Не посланный Начало Мы созданы По образу И подобию Творца И наша миссия Каждого из нас В общем-то Быть Творцами То есть Создавать Новые гармонии И плевать Вообще Кому они нужны Купят их Или не купят Вот создал Ты эту новую гармонию В каком виде В виде Линии В виде В виде В виде В виде В виде Поэзии В виде Ритма В виде Танца Но если ты Попадаешь В резонанс С окружающим Миром Либо с миром С природой Мамой Либо на языке Гармонии С Творцом Папой Но поскольку Мы люди Социальные Мы же вынуждены Жить К сожалению Вот в обществе Может поодиночке Было бы и лучше Мы же живем Вот в Иркутске Значит Все мой долг Делать В Иркутск Вот где живут Как чукчук Он едет по тундру Он поет про тундру Вот Я открою такой секрет Может быть Я разочарую Там многих Мне говорят Как вы любите Иркутск Как вы любите Иркутск Ну не знаю Я вот здесь живу Поэтому я его рисую Поэтому я его люблю Ну буду я жить В другом месте Ну буду рисовать Другое место Наверное А уж любишь Любишь или не любишь Это уже как бы Личные качества Такие Которые там Ну и так далее Я не знаю Я не хочу превращать Свой разговор Вот этого Все В говорили Олег Владимирович Ну вот вы говорите Вы балансируете Между своим И тем Что нравится людям Не вопрос А чисто ваше Оно же тоже Ну я думаю Вот все эти Образы Они Четко Вот именно ваши То есть Без всякого уклона К другим Каким Так Ну да Ну да Собственно Искусство Вот для меня Самое главное Метод Это мера Все время балансируешь Между злом и добром Плохим и хорошим Между Богом и чертом Между продажностью И непродажностью И вот Самый Кайф Самый интересный В работе Это вот Это вот Это вот Чисто ваше Что касается Чисто моего Что касается Чисто моего Здесь немножко Вот такое Я Короткий пример Приведу Наступили юбилеи Иркутские Я смотрю Все художники Начали Иркутск делать И тут же Потащили продавать А вот Вы говорите Чисто моё Дело в том Что я когда приехал Сегодня Не даже Что так Выставка называется Первое Что я сделал Я так Город отчеревался У меня был Дипломный проект По старой архитектуре Мне нужно было Это непосредственно Это было моё Я пошел Рисовать город Потому что Это был диплом Потому что Это была моя профессия Потому что Это органично Мне Я остался здесь жить Потому что Я позвал Украин из Иркутска Я вошью жизнь 1976-2002 Два Упросительных знака Вот они Узнают Какие Цифры Может быть И вы Знаете А я не знаю Когда там Закончится Я хожу И рисую Не потому что Его можно взять И продать Как многие Раз Прикинули А тут Рассо Продается Этот Рассо Продается Я это делал Абсолютно Искренне Я Не боюсь Об этом говорить Для этого я Собственно И выставку Сделал Вот А что мне балансировать Вот что у меня Хруще было Я то и делаю Я архитектор Я рисую Мне нравится Я людей Рисую Которые нравятся Я тоже рисую Соответственно Что вижу То я как Чукча Вот Чукча балансирует Он ни за чем Барансирует Между Тундры И не было Примерно так Все Я могу На этом Гаворильную Закончить Но Программа Не заканчивается Да Мы смотрим На Ваше Произведение Здесь много Очень домов А вот Заметили мы Многие Что уже Домов Техни нет Печально Очень Нет Более того Более того Но это Настолько Печально Что Я когда Вот Предыдущие годы Ходил Рисовал Я просто Ходил Рисовал Сейчас Я хожу И плачу Я рисовать Практически Нечего Мне правда Архитекторы Современные Говорят А что ты Новые дома Не рисуешь Ну это Совсем Другая история Новые дома Они условно Нарень Намолены У них нет Да У них ничего Может тогда И акцию Есть Не с тем Домов У них уже нет Понимаете Вы меня сейчас Не можно Хотите Прократить В политику Я готов Я и так Уже Эту акцию Сделал Уже Все Сделал Что касается Именно Домов Этих Нет Ну Здесь Половина Домов Вообще Нет Они так Называются Иркутские Фантазии Поэтому Моя задача Немножко Даже Другая Я Не всегда Когда говорят Что Вот передал Вот не передал Какая-то улица А меня Честно говоря Даже Немножко Раздражает Вопрос Нет Он Правомерный Китайцы Не знают Какая улица Работа Ему Нравится Почему А потому Что Я гармонию Создал Ему Без разницы Я могу Негативно Перевернуть Могу Негативно Сделать Но если Гармония Линии Пятен Существует А китайцы Это хорошо Понимают А уж Куда Я наложу Эту Гармонию Линии Пятен То ли На Иркутск То ли На Новосибирск Дело в том Что Либо Ты создаешь Гармонию Либо Ты разрушаешь Либо Ты делаешь Какую-то Рыду Корявые Лиги Все знают Либо Ты делаешь Экспромтом Какие-то Вот такие Вещи Которые Сами Раз И Появляются И Потом Это Одно Настроение А оно Может быть Совсем Другое Может быть Можно Быть Злым А можно Танцевать От Каких-то Слов А можно Вообще От Своего Настроения Такого И Все Мне Больше Ничего Не Надо Я Корчу Че Я Это Сделал Но Если Мне Надо Актримизация Все Так Я В Социум Буду Поэтому Я Буду Делать Немножко Иначе Вот Как Ваши Эрициалы Н.Б Да Это Уже Приближение К реальности Хотя По большому Художник От реальности Должен Уходить Чем Дальше От реальности Тем Ближе К Искусственности Потому что Реальность Это Естественность Получается Что Путь Художника Совсем В противоположную Сторон Наталья Наталья Борисовна Да Мне Вообще Непрошен Я люблю Больше Водяными Красками Потому что В них Больше Не управляем Тут Акварель Кстати Говоря Акварель Масло Это Тоже Любая Любой Вопрос Вызывает Очень Много Ответов Интересных У меня По крайней мере Я готов Об этом Много Говорить Хотя Меня Уплекает За то Что Я слишком Говорил Художник Ну Не знаю Везде Мера Начинает Ну Вот НД у нас Получилась Такая Да Я считаю Что Вот Это Произведение Искусство А Вот Если бы Я взял Кого А Вот У меня Есть Пример Я тут Как раз Ребятишка Показывал Про Домики Мне Говорят Здесь Не прорисовано Здесь Окна Я Когда Рисую Колонны Я их Не считаю Когда Я рисую Окна Я их Не считаю Потому Что Я пытаюсь Поймать Ощущение Ведь Мы же Вот Так Взглянули Мы же Не сочетали Сколько Домок Чем Больше Вырисовываешь Тем Дальше Уходишь От Искусства А Большинству Нравятся Такие Работы Вот На заказ Я делал Вот Такую Я говорю Я умею Рисовать Специально Я умею Рисовать Я умею Я архитектор Я могу вообще Это все начертить Да Ну Надо было Ну Мне платят За каждый Завиток Я и рисую Собственно Себя матерю Ругаю Время потратил Драгоценное Лучше бы я пошел На улицу Делал бы Вот такие Гармонии В разговоре С Богом Мои Это же не разговор С Богом Это же разговор С заказчиком Получается Красиво Дом красивый Вы понимаете Здесь моей красоты Ноль Я сюда ничего Не добавил А я для всех Открываю Секрет А вы думаете Я это Как я это рисовал Я взял фотографию Сходил Сфотографировал Сделал подложку Подложил ее Вот понимаете Нужно быть Абсолютным идиотом Чтобы сидеть И на глаз Это срисовывать Прийти И на глаз Срисовывать Для этого Есть цивилизация Есть прогресс Зачем Но Если надо Можно это Как бы рукой Сделать Сегодня это делают Роботы Великолепные И так далее И так далее Таких Но это не искусство В данном случае Вот это точное Копирование Но не искусство Я здесь специально Пытался еще Накрожащей рукой Делать Чтобы Как это Нужно оправдаться Чтоб Чуть Мой Жест Появился Ой Длинная история Я не собирался Среди мастер-праз Проводить Я сегодня Собирался Как бы Это Обсуждение Поэтому Ладно Вот вам Дезатравки Если хотите Обсуждать Я что Сейчас буду делать Вы Пейте Ешки Говорите И задавайте Вопросы А мне же Надо доделать Вот эту Картинку Я обещал Акцию По Доработке Значит Я ее Сейчас Прямо При вас Доделаю Дело в том Что Как бы Нам лучше Надо Закончить Ой А где у нас С тобой Этот музей Все разбежали Я Один Я же вам Забыл Подарки Объявить Ладно Короче Передадите Юре Константиновне И вы лично Вот в том зале Видите Маленькие Миниатюрные Работы Каждому По одной На этом Подарки У нас Заканчивается А потом Когда я Все Закончу Я буду Раздаривать Вот эти Картинки О которых Я потом Расскажу А сейчас Ну давайте Мы закончим Вот эту Вещь Вообще Я готов Выслушать Ваши советы Что подкрасить Что добавить Что добавить Ну Я думаю Вы поняли Что здесь Контраст Вот это Вариот А это Вот домик Архитектор По-долландски Называется Ну а так Котинка Кстати Тоже Называется Сиренево В тени Мариотта Называется И здесь Я тоже Делал Но здесь Как бы Она не то Чтобы Не закончена Я вот думаю Чтобы высветить Вот этот Вот дом Наверное Небо Можно темнее Сделать И сделать Его Как бы Может Оказывать Не знаю Я боюсь Наверное Я могу Испортить Но мне Хочется Чтобы Вот это Вот Мариотт Засветился А засветился Он может Только Лежить За счет Затемневного Надо ли Сюда Чернеев Ну я Потерпите Минут 10 Я надеюсь Я его закончу Самое главное Это же У нас акция По спасению Иисуса Сейчас мы Каким-то образом Там же Не будет Санют Реальность Меня здесь Меньше Волнует Меня Больше Волнует Собственная Гармония В линии Петель Между собой Если я ее Смогу Поддержать То работа Не испортится Если не смогу То значит Не испорчу Вот Потом Когда подсохнет Мы сюда Посадим Немножко Звездочек А может Огоньков А может Еще Чего-то То есть Когда вы Начинаете Создавать работу Вы еще не знаете Что вы Поможете Почти не знаю Нет Я никогда Не делал Эскизы Если вы могли Обратить внимание Я Лисую Акварелью Сразу То есть У меня Как бы Нет Я Это Называю Нечестно Конечно Не знаю Вот так В процессе Вот этот Процесс Создание Гармонии Для меня Он интересен Появится Или не появится Если я испорчу Я ее выкину Просто Извинюсь Перед Папой Папой И Покаясь И Начну Заново Но Какая У меня Все равно Там Сверозадача Есть Да Никогда Не Что Как Вы Не 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 Что Нет Я Не Не Нет Я Любовь У меня И Похоже Привели До Своей Знаете У меня Один Художник Я же Не Художник Нет Это Я Чукч Это У меня Проще А У меня Один Художник Будет Еще Двучше Двучше Такой Качественной Художник Не Все Союзы Кстати Говорят Рассказывал Как Училищ Я Вообще Так Потому Что Он Мне Рассказал Что На Пленере Надо Делать Так Надо Прийти Выбрать Погоду Точно А так Час Себе Назначить И Сделать Замес Замес Этого Замес Этого Поскольку Погода Меняется Солнце Уходит Можно Уйти Следующий День Надо В Прийти Это Же Время Да И Сделать Контур Этого Рисунка И Отметить Где Солнце Где Тень Где Это Где Это И Потом Этими Замесами То Есть Такая технология А потом Когда Я Работу Смотрю Такие Скучные Они Даже Хуже Фотографии По Сути Дело А Я Поджазом Занимаюсь Здесь В общем Как только Начинаешь Это Все Путать То Смешанная Техника Смешанная Техника Это Не умеется Я Думаю Понимаете Виртуоз У скрипачу У него Есть скрипка И четыре Струны Вот Ему Ничего Не надо Смешивать Ей-богу Вот Он На скрипке Играет А Тот Кто Не умеет Играть Он Начинает Как На барабане И стучать Приделывать К ней Что-то Там Значит Пытаться Скрипкой Ивлекать Какие-то Звуки Фортепиано Фортепиано Ивлекать А зачем Когда есть Самодостаточность Всех вещей Ну и Самое-то Главное Наши акции Я Может быть Сейчас Все это Не дорисую А Почему А где Это Где Это Конец Дорисовывания Ну Пусть Тут Окошечко Засветится Но Мне Это Совсем Надо Другое Мне Жем Надо Вы знаете О реалистичности Нашего Иркутска Ну Примерно Так Да Здесь Засветилось Там люди Есть Здесь Есть Здесь Есть Очень Многого Не хватает Очень Многого Пока Что Для меня В этой Работе Не Хватает Говорят За стол Всех Пригласить Ну Что Делать Как Бы Что Бы Не Не Успеет Ну Вот Вы Не Зай Влажный Потом Успеет Сейчас Я сейчас Закончу с Иркутском Покончу с Иркутском Закончу с Иркутском Покончу с Иркутском Покончу с Иркутском Нет 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 Здесь Еще Самого важного Не хватает Чего Многие Не Замечают Между Чего Парабатываю Средний Бес Правильно Поэтому Я Теперь Как честный Художник Если я честный Художник Реалист Должен Нарисовать Еще и Стоп Насколько я помню Он один здесь стоит Один здесь стоит Вот он Наш Красивый Иркутск Это не то Что Мое Волье Да А Еще Там У этих Столбов Есть Светофоры Жалко А вы думаете Мне не жалко 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 Что здесь Нет главного Архитектора Города Или главного Дизайна Я еще Красиво Это нарисовал Там Торчит Еще Обычно Вот Такие Штуки Вот На них Какие-то Такие Потом Еще Вы Видели Огромное Количество Проводов Провода Специально Провода И эти Провода Я не помню Библию Но там Сказано Где-то Что Когда Да 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 И я Когда Смотрю На нашу Иркутск Я все Это Вижу Они Везде Отсюда Еще Братья Ница А вы Сейчас Выйдите Посмотрите Весь Город У нас Такими Проводами Ну Вот Я думаю Сегодня Я первый Раз Был честным Тудожником Хватит Врать Сегодня У нас 20 Семь Семь Самый Маленький Ну Че Еще Дарисовать Скажите Иркутск Ну Все Дарисовали Красота Правда Красота Поехали Сложный вопрос Где Та Мера Показывает Чего Не Показывает Я Не Знаю Я Может Вам Все Искорти Показывает Какого Мне Это Нам Нравится Что Ладно Короче У 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 Зачи Невероятно Много Вопросов Очень Много Собственно Я Чем Занимаюсь Отвечать На Эти Все Вопросы Все Подавите К слову Порежьте Наконец А Потом А Я Сейчас Что Буду Делать Я Буду Сейчас Рисовать Вот Эти Вопросы Я Сразу Объясню Открытие Архитектурное По Направлению И Вот Там Было Вручено Вам Благодарственное Письмо За то Что Но Все Сегодня Увидели Что На самом Деле Педагог И Стремитесь Учить Там Мы Учили Архитектуре Здесь Это Вам Спасибо 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 И как Я Сажусь Рисую А Если Хотите Можете Смотреть Если Хотите Все Так Идите Что Ни Поешь Попить Знаете Кто Там Можете Подсказывать И Детишки Могут И Порисовать Тут Можете Ниже Ниже